Эпидемии гриппа на территории Свердловской области сошла на нет, начиная с заседания санитарно-противоэпидемической комиссии, говорит Ирина Кузнецова. Наша же территория в этом году благодаря хорошей вакцинно-профилактике и мерам ограничительного характера и вовсе обошлась без карантинных мероприятий. Эпидпорог мы превысили незначительно и это было недостаточно для того, чтобы ввести карантинные какие-то мероприятия на территории. То есть были ограничительные мероприятия введены, но не было введено карантина, как было в прошлом году. Елена Малкова, представитель Роспотребнадзора, также оценивает ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Полевском городском округе как благоприятную. Число обратившихся за медицинской помощью за прошлую неделю сократилось в два раза относительно предыдущего периода и сегодня на первую позицию вышли малыши в возрасте до двух лет. На предыдущей неделе с 15 февраля к 21 февраля было зарегистрировано 636 заболеваний. По показателю, высокие показатели в возрастной группе дети от 0 до 2 организованы. Заболело их 14 детей. Показатель 4895,1 на стоточное население. Случаев гриппа за прошлую неделю лабораторно подтвержденного не зарегистрировано и при решении эпид-порогов необычно невыно из возрастных групп. Одним из самых грозных диагнозов зимы 2016 года считается высокопатогенный грипп АШ-1Н1. В Полевском городском округе зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев. Среди заболевших взрослые, дети и беременные женщины. На сегодня, по данным Полевской ЦГБ, областная лаборатория, которая прикреплена наша территория, временно приостановила прием биологических проб. Идет закуп диагностических систем. Мы пока замораживаем материал, ну и строго руководствуемся, на это нам указал Министерство здравоохранения, указало только тяжелые формы, групповые случаи. Поэтому на сегодня у нас в ожидании 10 образцов анализов. Повторюсь, у нас 12, из них 4 беременные. Мы в прошлый раз как бы имели на себя взять ответственность и отправили средне-тяжелую форму беременных с подтверждением гриппа АШ-1Н1. Трое детей из этих положительных результатов. Один из них переносил тяжелую форму через реанимацию инфекционного корпуса и пять взрослых, в том числе тяжелые, развернувшие пневмонию. На данный момент медики Полевского констатируют снижение вызовов к лихорадочным больным и беременным женщинам. Но тем не менее, этот показатель остается высоким. Комментирует ситуацию заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Полевской ЦГБ Татьяна Панфилова. Госпитализированных в третьем стационаре СОРВАИ 21 человек. Понятно, все в инфекционном отделении, в том числе 14 детей с пневмониями. На вчера 16 человек, в том числе трое детей беременных нет. И среди госпитализированных СОРВАИ со средне-тяжелыми формами оставались на вчера три беременные женщины под наглядением лечения. А вот на градообразующем предприятии все спокойно. Врачи лечебно-оздоровительного центра Северского трубного завода вот уже две недели, как работают в обычном плановом режиме. Спокойно все и в образовательной сети города. Но настороженность есть. И дабы избежать второй волны заболеваемости в детских садах и школах продолжается активная профилактическая работа. Кварцевание, проветривание помещений и дополнительная влажная уборка дезинфицирующими средствами. В рамках стабилизации обстановки по заболеваемости гриппом и ОРВИ в проведении массовых праздничных мероприятий всем участникам торжеств рекомендуют в качестве неотъемлемой части гардероба носить и защитную маску. Ксения Болзенкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.